Коллеги, продолжаем. Так, огромное спасибо Ирине за вопросы. Это вот сущностные вопросы, те, которые нужны. И я сейчас на них ответил формально. Вот, почему? Потому что завтра будем их разбирать досконально. Будем вот этими планами-деформациями заниматься. Потому что сегодня сейчас как? Сегодня я в принципе сказал, что да, есть плановые и есть разные способы. Да, есть глубинные, есть разные способы их расчета. Да, есть упоминные про актоки. Теперь, способы зависят от наличия исходных данных. Исходными данными являются карты. Поэтому карты, карты, карты. Считаем, что вы уже выбрали участки рек. Считаем, что вы подобрали карты. И теперь приступим. Желательно описывать участки и определять тип руслых процессов, которые на ваших участках. Сегодня буду это рассказывать. Сегодня будем стараться успеть пробежаться по типам руслых процессов, какие они есть в нормативных документах, а также по типам руслых процессов, которые не описаны в нормативных документах. Итак, сами нормативные документы. И вот на этом слайде я подобрал какие-то основные нормативные документы. Их много. Но это не страшно, потому что на самом деле они все одинаковые. Они все одинаковые в том смысле, что они сделаны по одной схеме. По одной теории. Называется теория руслых процессов. Гидролого-морфологическая теория руслых процессов Государственного гидрологического института. Я как раз в этом Государственном гидрологическом институте работал с 1990 по 2000 год. 10 лет. Я видел всех этих авторов, этих нормативных документов. И видел, как они их писали. Видел, как они к ним относятся. Все это происходило где-то примерно с 60-х годов до 1990 года. То есть здесь приведены, конечно, не все нормативные документы, но основные. И самые основные выделены жирным шрифтом. И как видите, если отбросить два последних, которые появились в последние годы, то все закончилось в 1990 году. Вот ВСН-16383, выделенный жирным, я вам высылал. Его можно легко найти в электронном виде в интернете. Вот стандартной организации ГОГГИ и стандартной организации ФГБУ ГГИ можете легко скачать с сайта ГГИ. Эту ссылку я вам давал. Это ссылка, вот, Hydrology. Сайт ГГИ, и там есть издание ГГИ. Вот зашли, там увидели много разных нормативных документов, в том числе вот эти последние нормативные документы. Но их читать не рекомендую, потому что они явились шагом назад по сравнению с теми нормативными документами, которые были в прошлом веке. Вот, то есть, вроде бы, должно быть развитие, но на самом деле шаг назад. Вот. Вот. Ну и в Сенсор 16383, вообще-то, прямо вот для начала, тоже не рекомендую читать. Рекомендую читать книжку. Если уж хочется что-то читать, то читайте книжку Игоря Владимировича Попова «Загадки речного русла». Вот. Шикарная книжка. Там есть все основные понятия. Вот. Все основные, вот, вообще, как появилась теория, как появились понимания, что есть типорских процессов. Вот. Там у него шикарно написано. Это вот один из авторов. И всех этих нормативных документов. Два основных автора. Это Кондратьев Николай Евгеньевич, мой однофамилец. Я Кондратьев, вот, Александр Николаевич, но я не имею к нему отношения, к Николаю Евгеньевичу Кондратьеву. Я его даже не видел. И он умер до того, как я в 1990 году поступил на работу в отдел руслепроцесса ДВИ. Основателем которого является Николай Евгеньевич Кондратьев. А вот Игорь Владимирович Попова, этого второго основателя, я видел. Вот. Ну и так. Вот я привожу типы руслепроцессов, как они представлены в разных нормативных документах разных лет. Вот. Видим, что, во-первых, видим, что их везде семь. Семь вот этих вот картиночек. Мы видим, что они в разном порядке. Мы видим, что иногда даже не в нормативном документе, а вот еще есть Филиппич Карасев, тоже умер пару лет назад в Тоже из Государственного гидрологического института. Он говорил, что семь маловато, давайте еще добавим еще пару штук. Уже у него девять. Вот. А вот это, коллеги, это вот как раз то, что я вам сказал, что в конце, в последние годы, в последних двух нормативных документах произошло шаг назад. Видите, вместо семи типов стало шесть типов. Так, Кондратик Попов, это я вам уже сказал, это два основателя нашей науки. Ленинградской школы. Еще есть другая мощная русловая школа, это Московская школа МГУ. Маковеев Николай Иванович и его ученик, но сейчас уже как бы самый главный русловик в МГУ, это Чалов Роман Сергеевич, чуть-чуть о них тоже скажу. Так, если читать, то читайте вот эти две книжки, вот эти две книжки. Обе есть в свободном доступе в интернете, обе есть в моем ВКонтакте, в группе «Русловый процесс» обе лежат. Вот. Вот это легко написано, это хорошо написано. Такая уже толстенькая и с огромным количеством примеров. Вот. Так, ну и, соответственно, переходим, коллеги, к самой типизации. Это вот уже другое еще одно представление. Это вот, ну, мое представление, оно неправильное. Оно здесь как? Это именно типизация и классификация. Чем отличается типизация с классификацией? В классификации у нас должен быть какой-то классифицирующий признак. У нас типы должны быть ранжированы, должны быть выстроены. Должен быть какой-то смысл в их порядке. Вот здесь просто типизация. То есть типизация – это просто вот есть что-то, и вот давайте просто их в кучу поставим. Вот. И смотрите, коллеги, какая важная вещь. Если у нас семь типов русских процессов, что такое тип русских процессов? Я вам говорил сегодня. Тип – это схема. Вот если у нас семь схем. Если у нас семь схем размывов и намывов, семь схем деформации, семь схем вихляний реки по дну долины, семь схем вот каких-то чего-то изменений, значит, у нас с вами должно быть семь методов прогноза и семь типичных профилей вот этого ППР. Вроде бы. На самом деле метод один из ВСН, плюс мы еще добавляем от себя методы, такие сермяжные. Вот. Вот. И получается, что нам нет смысла рассматривать все эти семь схем. Оказывается, что нам удобно разделить всего лишь на три. И тогда уже получается не типы, а виды. Ну, это все слова, да? Слова. Типы, виды. Ну, получается, что нам удобно собрать в кучу несколько прямых типов процессов. То есть, вот смотрите, что это? Это вот некие гряды. Один – это ленточно-грядовый. Вот давайте перейдем к прямым. Потом есть извилистые, а потом разветвленные. И вообще-то, коллеги, смотрите, если вот вы возьмете лист бумаги, возьмете ручку и будете рисовать на бумаге что-то, вы можете нарисовать какие-то прямые линии, да? Вы можете нарисовать какие-то извилистые линии. И вы можете нарисовать несколько линий, которые могут быть прямые или извилистые. И, в принципе, все многообразие, вообще сочетание вот всяких линий. Это будут разные прямые линии, разные извилистые, разные разветвленные. Все. И природа на поверхности Земли нам так и рисует вот эти реки. То есть, есть прямые, вот один, два, семь, да? Как ни странно, семь тоже. Относительно прямые. Есть три-четыре, слабо-сильно извилистые. Есть разветвленные, пять-шесть. Вот. Поэтому переходим к прямым. Вот. Такие названия. Название первого. Ленточно-гряды. Это значит, на всю ширину русла у нас есть широкие такие гряды. И эти гряды, помните, все сползает вниз. То есть, эти гряды сползают вниз. Если эти же прямые гряды у нас теперь становятся косые, такие вот перекошенные, то тогда у нас получается побочни выйти в прошлых процессах. Побочни, побочни. Они с боков. Помните, осередки. А, нет, это ленточные гряды. Вот, осередки будут сейчас следующие. То есть, осередки, это посредине. Вот, осередки, это ха-ха-хаус. Это бессистемно. Первый у нас ленточные гряды. Это такая система, когда у нас все по порядку идет. Второй, это побочни. Это тоже такая же система, только они идут вот как лопоточки. Справа, слева, справа, слева. В шахматном порядке. Это побочни выйти. И смотрите, что тогда уж тоже. Побочни и побочни выйти в прошлых процессах. Побочни это формы. А побочни выйти в прошлых процессах, это процесс. Процесс ползания побочней вниз по реке. Также ленточные гряды. Ленточные гряды, это формы. Вообще, это вообще-то побочни, ленточные гряды. И вот, осередки, это формы. Русловые формы. Это просто куски. Это алювий. Это, ну... На самом деле, это форма транспорта наносов. Разные формы транспорта наносов. Которые морфологически проявляются по-разному. И внешне они немножко по-разному. Но, оказывается, очень интересно. Для нас, вот для таких вот практиков, для того, чтобы писать отчет, в принципе, все равно. Все равно что-то сползает в реке. Все сползает вниз. Поэтому, для того, чтобы построить ППР, вот это наша корыца, в принципе, все равно, как там что сползает. Пускай это сползает на всю. Вот описание ленточных грядов, побочного типа. Это все, все, что вот сейчас мы с вами рассматриваем. Семь типов процессов, которые описаны во всех нормативных документах. Поэтому можно взять любой нормативный документ. Это все оттуда. Вот, все оттуда. Что вот у нас есть. Перекошенные гряды. Вот они уже даже обтекаются, да. То есть, немножко похоже на слабое-слабое такое меандрирование. На самом деле, это не меандрирование, а на самом деле, это просто сползание этих побочней и их обтекание. А вот здесь уже просто хаос, да. Середковый тип. Много-много-много разных этих. Так, ну и внешне. 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 Значит, идеально прямых, русел не бывает. Правильно? Поэтому мы условно их называем относительно прямыми. На самом деле, конечно, они будут непрямые. Там другой принцип. Не то, что они прямые, а то, что берега относительно слаборазмывания. И основной процесс происходит внутри русла. Внутри русла. Вот. Есть, значит, такого, если читать нормативные документы, то написано, что плановой деформации вообще нет. На самом деле, конечно, вот это совсем неправильно. Конечно, эти деформации берегов, размывы, конечно же, есть. Поэтому у нас не отсутствие плановой деформации, а относительная их малость. Точнее, даже не относительная малость береговых размывов, а относительная интенсивность донных размывов. Вот. Потому что вот тут очень много внутри происходит. Ну, и уж если что-то задевает берега, то и ладно. Вот. Так, прямые рассмотрели. Это ленточно-грядовые, которые у нас на всю ширину. Это побочневые, когда эти же ленточные гряды перекошены в шахматном порядке. Это осередковый тип. И этот же осередковый тип еще и называется русловая нагруканность. У одного типа, у одной схемы деформации есть два названия. Осередковый и русловая нагруканность. Различие может быть условно названо такое, что осередок это не закрепленный. То есть он относительно быстро ползет. А русловая нагруканность, вот он может быть такой, что середина такая законсервированная, а у хвостя ползет, размывается, а приверх намывается. Наоборот. У хвостя намывается, приверх размывается. Вот. Ну, переходим к извилистам. Извилисты вот тут с извилистами, кстати, очень интересно, потому что есть действительно слабые извилисты, то, что называется ограниченный медрин. Есть извилисты сильные, сильные, развиты, то, что называется свободный медрин. И вот это я вообще-то относил, может помнить, и к разветвленным. То есть, видите, есть два русла. Одно русло и второе русло. Вот. И нам, а в то же время оно относится и к извилистам. Вот. Вот. Потому что вот это называется официально ограниченное медрин, на самом деле неразвитое медрин. Вот это официально называется свободное медрин, неофициальное название развитое медрин. А вот это называется незавершенное, то есть, что-то там не завершилось. Вот медрирование, вот это развитие не завершилось, оно спрямилось. А по сути, хорошее и правильное название будет, что это просто прорванная меандрирование вот был меандрирование она прорвалась вот внешне слабо развитое и сильно развитое меандрирование похоже но у них разные очень очень сильно различающееся схема развития вот это слабо развиты коллеги Смотрите, оно развивается вот так. Была голубая излучина, стала серенькая излучина. То есть, смотрите, излучина внешне как будто даже не изменяется, но она сползает вниз. То есть, тут в каждом отдельном месте есть разные вещи. Вот здесь вот размывается вот этот вот берег. Здесь вот намывается этот берег. А размывается вот этот берег. То есть, в каждой отдельной конкретной точке у нас что-то разное. Вот еще один пример. Так, не то. Вот. Вот еще один пример. Тоже вот это в плане, что я показывал, да? Что у нас есть места, где происходит намыв. И если вот у нас, скажем, водозабор в этом месте, то у нас здесь намыв. А если у нас водозабор вот в этом месте, то у нас здесь размыв. То есть, в результате вся излучина дружненько как была, так и так же сползает вниз по долине. Вот. А свободное меандрирование, которое вот развитое меандрирование, вообще совсем другое. На свободном меандрировании происходит увеличение степени развитости излучины. Была излучина вот такая, то есть, очень похожая на то, что мы только что рассматривали как неразвитое меандрирование, как ограниченное меандрирование. Но вместо того, чтобы сползать вниз вот в такой излучине, наоборот, вершина, эта вершина развивается вбок, и эта вершина в другой бок. И в результате слабо развитая излучина превращается в сильно развитая излучина. Вот. А потом происходит спрямление. Вот. Тут показано вот спрямление, еще когда соседние вершины излучина не подошли друг к другу. Вот это рисунок вообще просто тупо скопированный из ВСН-163-83. Вот. То есть, тут уже полностью развитый. Вот последовательный, как слабо развитая излучина, превращается в сильно, еще более сильно развитый, еще, 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 еще более сильно развитый. И опять появляется премаерика. Вот. Это вот то, что называется свободное меандрирование. Во-первых, надо вернуться к ограниченному меандрированию и спросить себя, может ли быть слабо развитая излучина, когда у нас ограничений никаких нет. Если... Вот это мой рисунок, да? Видите, здесь я ограничений по склонам долины не нарисовал. Я сказал, что, возможно, долина очень широкая. Ну, просто такой механизм развития реки, что сама река слабо развитая и сползается вниз. А вот это рисунок из ВСН-163. Смотрите. Они нарисовали, а действительно, у ограниченного меандрирования, действительно ограничивающий фактор. Вот он. Высокий склон долины. Левый. Ну, скажем, река течет слева направо. Это значит левый склон долины. Это правый. И видите, в одних местах излучина правого, развитое вправо, упирается в правый склон долины, а влево упирается в левый склон долины. И получается, что у нас есть такие вот очлененные, изолированные куски поймы. Вот, видите, правая пойма. Вот есть левая пойма. И действительно, река, как бы, ну, представьте, что две девочки крутят веревочку. Вот. И крутят себе, крутят веревочку, и у них вот веревочка крутится, ну, как-то на парадобе, вот как-то вот так. Вот как-то вот так она крутится, эта веревочка. То есть делает все, что хочет, да? Вот видите, вот это основное русло свободного меандрирования. Вот она свободно замеандрировала. А вот это что? А это старицы. То есть река была вот так текла, а потом спрямилась, и вот этот хвост, крючочек, он отделился. Тут еще видим массу таких крючочков, да, всяких разных. Это что? Это бывшие положения русла. Сто лет назад, триста лет назад, там, тридцать лет назад. Вот там река текла. Сейчас, знаете, что здесь. И так же развивается. Видно, что, видите, необлесенный... Это пляж называется. Пляж, это вершина излучины, пляж. Он намывается. А противоположный здесь самое глубокое место, которое называется Плес. И тут берег размывается. И, соответственно, все вершины излучины, их развитие направлено поперек. Вот при таком свободном меандрировании. Потом эти соседние излучины, развиваясь, соединятся. И здесь опять будет прорыв. А вот этот кусок излучины станет старицей. Вот подобно такое. Вот. Вот девочки крутят, крутят, крутят веревочку. И здесь, видите, в свободном меандрировании. Потому что, ну, действительно свободно, да. Нет никаких ограничений нигде ни слева, справа. И река вытворяет на дне долины все что угодно. Если вы зависнете над, там, Иртышом или над еще какой-нибудь извилистой рекой на тысячу лет, и будете делать одну фотографию каждый год, то в результате вы получите кинофильм, состоясь из тысячи кадров, и увидите, что река просто, ну, трепещет, как змейка, как полотнище на ветру. Вот. Ну, а сейчас я еще хотел вот это рассмотреть по ограниченному меандрированию. Вот это вопрос. Должно ли для ограниченного меандрирования быть ограничение? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала вспомним, может ли прямая река быть в узкой долине. Может, да? Узкая долина и прямая река. Все отлично. А вот если долина широкая, может ли в широкой долине быть прямая река? Вроде бы вопросов нет. Вроде бы действительно может быть, да? Ну, река, вот она просто, она должна быть прямая, вот и прямая, ну и что? Зачем ей быть обязательно стесненной склонами долины? Хорошо. А если у нас река слабо-извилистая в широкой долине? Ну, слабо-извилистая, ну, слабо-извилистая и слабо-извилистая, ну и что? И вот если так логически рассуждать, то можно прийти к выводу, что сам термин «ограниченное меандрирование» неправильный. Что вовсе может быть что-нибудь, никаких плановых ограничений для размахов реки. Ну, вот опять же, девочка с веревочками взяли. Девочки могут крутить веревочку сильно, будет свободное меандрирование. Девочки могут крутить веревочку не сильно, будет такое вот неразвитое меандрирование. Потом пришел дядя, взял веревочку, пропустил ее в трубу и говорит, вот, девочки, крутите веревочку. Девочки крутят, крутят веревочку, а некуда и крутиться. То есть, получается, что действительно меандрирование становится ограниченным. Оно ограничено в пределах этой трубы. Такое ограниченное меандрирование, вот такое свободное меандрирование. Так, ну, для свободного меандрирования тут еще есть такая типичнейшая ловушка. И вот в Википедии, там, во всяких... А знаете ли вы... То есть, без конца встречаются вот такие вот фотографии, на которых написано, там, меандр реки Одер, там, меандр реки такой-то, меандр реки такой-то. Вот это вообще не меандр. Вот. Внешне очень похоже, да? Внешне извилина. Но мы же с вами помните, коллеги, да, что меандрирование – это не фотография. Меандрирование – это кинофильм. Меандрирование – это процесс развития излучины. Так вот, надо задать вопрос. Была ли когда-то эта река вот здесь? Конечно, никогда не была здесь какие-то высокие скалы. Была ли эта река когда-то вот здесь? Ну, за последние, там, не знаю, 100 тысяч лет, похоже, не была. Потому что здесь вообще бугрище такой, что он никак не может быть, ну, продуктом перемещения реки по дну долины. Ясно, что река всегда текла вот там, между этим склоном и этим склоном. Она всегда текла, да, по извилине, но не по излучине. Излучина – это результат переформирований. А извилина – это орографическое, то есть горами. Все рословые деформации заключаются внутри этого извилистого русла. Да, река извилистая. Но все процессы заключаются внутри этого извилистого русла. Там что-то происходит. И вот тут чудеса. Помните, я вам сначала показывал прямые реки. К этим прямым рекам мы будем относиться определенным образом и мыслить по одному способу. Есть еще настоящие извилистые реки, меандрирующие. По ним мы будем мыслить по-другому. Так вот, эта извилистая река, сарографическая излучная, вот мы будем заставлять себя мыслить к ней как к прямой. Ну, буду вам рассказывать метод, что мы будем нарезать поперечники. Вот, и будет место совмещения поперечников, которое будет называться гармошка. Так вот, здесь мы поперечники будем нарезать по извилистому руслу. Потому что процессы происходят внутри этого, в этой извилины. И вот если мы эту извилину распрямим, ничего не изменится. Хоть это такое вот русло прямое, хорошо. Хоть оно извилистое, хорошо. Вот. То есть, это не меандрирование. Если теперь вы знаете. Теперь, если вы увидите такую речку, скажете, да вы знаете, мы специалисты по словам процесса, мы вам скажем секрет. Это не меандрирование. Вот. А вот это меандрирование. Это, по-моему, космический снимок этого амазонки. Вот. Ну, чем отличается вот от того? Здесь ничего не видно. Вот, видите, чуть-чуть где-то петельки этих старец. А, в принципе, здесь лес и здесь лес. Вот. Но, тем не менее, она меандрирующая. Так. Ну, теперь незавершенное меандрирование. Вот официальный термин, значит, в отчет надо писать официальный термин незавершенное меандрирование. Все эти семь терминов я вам уже сказал. Ну, еще раз повторю. Это у нас ленточно-грядовый тип процессов, побочневый, осередковый, он же русловая нагрукавность. Это три относительно прямых. Затем извилистые. Это ограниченное меандрирование и свободное меандрирование. Теперь осталось шестое незавершенное меандрирование. И потом, еще мы с вами не рассматривались, сейчас скоро перейдем, это будет пойменный грукавность. Это семь типов шестовых процессов, семь названий, которые есть во всех нормативных документах, которые есть во всех книжках, которые должны быть в ваших отчетах. И все было бы идеально, если бы эти семь типов шестовых процессов описывали все многообразие вообще рек, которые есть в мире. Вот, к сожалению, для практиков тут ловушка. Потому что нам может или повезти, то есть нам может попасть в тип шестовых процессов описанные на рентген документы. Мы говорим, о, все хорошо. Потому что, видите, мы, в общем-то, довольно подробно описываем, что происходит с рекой вот такой схемы деформации или другой схемы деформации. То есть, говоря не завершенное меандрирование, говоря эти два слова, на самом деле мы передаем друг другу полную информацию, что происходит при развитии реки по этой схеме деформации. Вот, я занимался на Аби вот этим участком, который внизу нарисован. Это разные участки на одной реке. Разные участки на Аби. Но я их выстроил в примерном порядке, как изменяется река при развитии. Условно можно сказать, что это разные участки реки, но они сейчас нам показывают разные стадии развития реки по этой схеме деформации незавершенного меандрирования. Вот представьте, что у нас как будто практически какое-то вот русло слабоизвилистое. Ну, тут какой-то остров, ладно. Вот оно, слабоизвилистое русло. Потом переходим от этого сюда. Вот появляются предпосылки для развития протоки. Но протока еще такая, что она работает только в высокую воду. Нет еще свободного протекания. Вот, то есть, есть основное русло, здесь течет вся вода, а еще есть какой-то зачаток прорыва. Ну, в терминах ГГИ не завершение меандрирования, а в терминах такого сермяжных, то есть прорывание излучины. И вот, в какой-то момент эта излучина стала работать. Но пока сюда еще поступает мало воды, потому что основной, параметры основного русла все-таки больше. И основная вода идет все-таки по старому извилистому руслу. А сюда идет воды еще пока мало. Вот. Вот Люквар. Это река Оп в районе деревни Медведево. Здесь вот есть такие довольно знаменитые коридор переходов этих нефтепроводов. Вот. Что здесь? Здесь получилось так, что основное, бывшее основное русло, оно стало забиваться наносами. наносы идут и застревает в нем, потому что это русло длиннее. Здесь уклон меньше, здесь скорости течения меньше, а здесь прямее, короче, уклон больше, скорости больше. И поэтому вода идет сюда, а наносы идут сюда. И, соответственно, бывшее основное русло становится, забивается, и становится уже не основным. вот. И вплоть до такого, что вот, например, смотрите, следующая как бы стадия. У нас получается, что вот это бывшее извилистое русло забилось наносами, и теперь все шурует сюда. И в какой-то момент происходит так, что вот это русло, которое было с прямлением, теперь становится основным. И вот это уже вообще испаряется. Если вернемся сюда, то вот здесь уже показано только новое русло, только по спрямлению. То, что было там дополнительно, уже не показано. И вот это новое спрямленное русло теперь начинает развиваться примерно по такой же схеме. Опять оно увеличивает свою степень развитости, опять появляется новая спрямляющая протока, спрямляющая протока становится превалирующей, и становится основной. Вот. Вот такая схема. Соответственно, мы ее понимаем, принимаем. Есть разные заблуждения. Есть, например, типичные заблуждения, считается, что спрямляющая протока образуется при степени развитости излучена 1,4. Степень развитости это отношение длины протоки по руслу основному, вот поэтому, по длинному, к длине по спрямлению. Вот есть такое, что 1,4, тогда спрямится. Вот. Секрет состоится в том, коллеги, что в реальности может спрямиться когда угодно, при любой степени разности. Может вот этот спрямление шурануть и вообще чуть ли не на прямом русле сделаться еще одно, а может быть вообще и, ну, в общем, как угодно. Вот. Поэтому наше дело что? Наше дело быть на стрёме и думать о возможном образовании пойменной протоки вот при такой излучине при любой степени развитости и излучине. И остался у нас последний из типов руслопроцессов, описанных в нормативных документах, это пойменная груканность. Вот. Пойменная груканность это как бы много пойменных проток. Вот. Тут секрет стоит в том, что и вот я вам говорил, что у нас есть две основные русловые школы. это школа ДГИ, которую мы с вами рассматриваем, которая сделала нормативные документы. И есть школа МГУ, которая нормативные документы не сделала, но довольно сильно продвинулась в теоретическом плане. Вот. И школа МГУ критикует этот тип русских процессов пойменной груканности, потому что говорит так, что это не тип русских процессов, это просто много разных русел. Конечно, есть причина. Сейчас мы с вами, кстати, ее быстро разберем. Причина, которая приводит к образованию пойменных проток. Вот. Но потом у вас просто много разных русел. И если у вас много разных русел, то каждый из этих русел может развиваться по своей схеме. Так, это, по-моему, Амур. Уже забыл. Вот. То есть, смотрите, может быть так, что один рукав прямой, другой рукав извилистый, третий рукав разветвленный. И в каждом рукаве у вас свои схемы деформации. И надо, в общем, как? Так и относиться. Если у вас какой-то там трубопровод, который пересекает много разных русел, то к каждому из них по-отдельному и относимся. Вот. Тут, кстати, я вам привожу вот фотку. это фотка такого вот разветвленного русла в лабораторном зале главной экспериментальной базы ГЭП, государственного гидрологического института, ГГГИ. Вот здесь я работал 10 лет, и вот такие подобные фотки есть в нормативных документах, которые вот последние я вам показывал 2009-2012 года. И там есть приложение, в приложении приведены подобные фотки. и это фотки тех рек, на которых модели, на которых вот я был ответственным исполнителем. Мои фамилии там не вставлены. Вот. Но фотки моих моделей приведены. Так. Ну, во, вот хороший дальше у меня слайд, где я показываю различия. Вы можете сказать, да, смотрите, у вас есть пойминогурганность, есть русловая многоруганность, и пойминогурганность, многоруганность, и русловая многоруганность, многоруганность. Чем же они отличаются? Вот. Для... По словам похожи, а по внутренней сути они просто антиподы. Они просто абсолютно разные. Вот. Поэтому внешне, ну, вы уже сейчас, вот прям сейчас научитесь, и будете легко различать пойминогурганность, потому что может быть, кстати, сочетание пойминогурганности. Вот. Чем отличается пойминогурганность от русловой? Слева это один и тот же рисунок. Это что? Это просто в какой-то пойме, то есть это склоны долины, это русло, вот скажем, оно залужено, предположим, да, оно какое-то вот, какое-то, ну, прямое, извилистое, слабо извилистое. Вот. Если на пойме образовался новая протока, это пойминогурганность. То есть, смотрите, было одно русло, стало второе русло, в результате остался остров, и этот остров это кусок бывшей поймы, то это пойминогурганность. А вот если было русло, и внутри русла, и залювия, и с песочка вырос остров, и в результате получилось два рукава, это русло, и с вами ногурганность. То есть, смотрите, в пойминогурганность первична протока, а получающийся остров результат. В русло, и с вами ногурганность первичен остров, наоборот, с начала остров, в результате две протоки. Если это кусок поймы, то это часть руслового алювия. И если смотреть в поперечном плане, коллеги, то они тоже совершенно разные. Пойминогурганность, вот это пойминогурганность, это просто новое русло. И поймы, как была на той же высоте, как была в высоте поймы, видите, так и осталось. В русле он другой высоты. Русловой вот этот остров, это русловая многурганность. Он ниже, он ниже, чем пойма. Он сложен из песочка, из руслового алювия. То есть, русловое и пойменное алювие, они различаются. Нижняя часть сложена русловым алювием, тем, который перерабатывается рекой. Верхняя часть пойма сложена пойменным алювием, тем алювием, который осаждается на пойме во время половодия. Вот. Русловой остров сложен русловым алювием. Пойменный остров сложен пойменным алёем. Пойменный остров высокий, русловой остров низкий. Русловой остров быстро сползает вниз по реке. Пойменный остров стоит на месте и деформируется только за счет деформации как одного рукава, так и другого рукава. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что русловой и пойменной накурукавности – это антипод. И вообще-то может быть сочетание русловой и пойменной гуруканности, когда у нас несколько рукавов, и вроде бы можно сказать пойменная гуруканность. Но в русле ползут русловые острова. Вот типичным представителем сочетания пойменной гуруканности является, например, Амур, ну вот, чуть ли не на всей своей длине. На основном участке, вот, в районе Хабаровска, там, в районе Амурска, в районе Комсомольска, на Амуре, вот там и есть. Там есть и разные протоки, и есть острова русловые в отдельных протоках. Так, поэтому беглый такой вообще обзор типизации русловых процессов, которые описаны во всех нормативных документах, заканчиваем тем, что опять приводим все эти типы и говорим, что, значит, ленточный грядовый на всю ширину русла ползут такие. Такие формы. По обычному типу подобно, только перекошено, в шахматном порядке. Ограниченное меандрирование. Плохое название, потому что вполне может быть, без никакого ограничения нет, лучше называть неразвитое меандрирование. По крайней мере, писать в отчет придется ограниченное. А в голове надо помнить, что это просто не развитие. И здесь что? Здесь вот излучина в таком виде, какая она есть, сохраняет свои параметры, сползает вниз по долине. А свободное меандрирование, 4, следующий тип руслых процессов, заключается в том, что на начальной стадии развития, когда степень развитости излучины мала, она также сползает вниз. А затем начинается размыв поперек. И в результате степень развитости излучины увеличивается. Потом, когда разные излучины соседние смыкаются, образуется спрямление русла, а вот оставшаяся часть, вход и выход в нее, заносится на носами. И в результате остается отчлененная старица. Незавершенное меандрирование мы с вами называем прорванное меандрирование. В отчет пишем незавершенное, а в голове понимаем, что это прорванное. Это когда у нас есть излучина, и это излучина развивается, но основным становится образование спрямляющей протоки. Вот. И потом этот спрямляющий проток становится уже основным руслом. Вот. И бывшее основное русло заносится, а новое спрямление становится главным руслом, который опять начинает развиваться по этой же схеме. Так. Поименную рукавность. Это вообще-то не тип руслых процессов, это сборная солянка типов. То есть, в каждом отдельном русле начинаем рассматривать, что там. Или ползут побочные, или он развивается по какому-то меандрированию, что-то происходит. И русловая многорукавность, которую по логике надо бы поставить перед первым. Почему? Потому что это на самом деле что? Это русло, перегруженное наносами. Там эти наносы в виде осередков. Осередок – это, так сказать, затопленный остров. А русловая многорукавность, то есть, вот седьмой, два названия. Здесь я написал русловая многорукавность, а в другом месте я писал осередковый тип. Два названия одного и того же типа руслых процессов. Различие какое? Если осередок вот большей частью под водой, то осередковый. А если вот этот вот, вот эта форма, вот этот остров большей частью вылезает из воды, значит, русловая многорукавность. То есть, такие две разновидности. Очень близкие по сути. Вот русловая многорукавность. Это перегруженный тип русловых процессов. Вот ленточно-грядовый – это как бы квазернавесный. А все остальные – это у них хватает сил, чтобы еще размывать берега. То есть, они, условно говоря, недогруженные наносами. Вот. Вот типизацию ГГИ закончили. Тут еще такие всякие общие слова, что я пишу, что... Типизация ГГИ, помните, даже по определению ГГИ, русловым процессом называется изменение русла и пойма под воздействием текущей воды. Да. И это действительно правильно, но только для больших рек. Вообще-то, типизация ГГИ – это типизация больших рек. Вот таких. То есть, типизация алювиальных рек, где что-то происходит. В реальности у вас будет так, что у вас трасса 100 километров. На этой трассе 100 километров, у вас 100 пересечек. На этих 100 пересечках у вас всего лишь 2 будут большие реки. То есть, вот это все, что мы с вами сейчас обсуждали, будет верно только для двух рек из 100. Остальные 98 рек будут другие. Вот. Сейчас пробежимся по этим другим рекам. Поэтому у нас... Иссеченная типизация. То есть, вообще-то, типизацию надо расширить. И расширение очень простое. Все типы руслых процессов, которые описаны в ГГИ, говорим, это большие реки. А теперь давайте подумаем, какие реки маленькие. Маленькие реки другие. Маленькие. Основное отличие такое. Алювиальные, не алювиальные. Вот большие реки, которые мы описали, где есть меандрирование, побочные, осередки, это алювиальные реки. Это алюви, которые... Ну, наносы. Наносы, которые перемещает река. И река сама живет в этих же наносах. Малые реки, они другие. Они чаще всего не алювиальные. Вот. Ну, пока заканчивая степизацией ГГИ, вот я показываю, что есть 7 типов. Вот, 7 типов. Вот. А, ну вот это еще хотел важно тоже рассказать. Наверное, я вам это еще не рассказывал. То, что нужно пройти через такие психологические ступеньки. Первая ступенька. Вы думаете, ну, все нормально. Вот мы послушаем, мы почитаем ВСН-163, и все дело будет в шляпе. Потому что там мы все узнаем, все будет понятно. Вот. Это вот первый этап. Такой вот первоначальный, когда кажется, что достаточно просто познакомиться с действующими нормативными документами. Второй этап. Вы уже выехали в поле, вы уже посмотрели реки, вы прочитали ВСН-ВСН, и у вас появляется кризис. Вы думаете, так, что-то не то, что-то не то. Почему-то вот реки такие, а в нормативном документе другие реки. Что же такое? Что-то я там не вычитал. Надо вычитать. Надо прочитать. Читаю, не могу найти. Что такое? Наверное, я идиот. Наверное, я тупица. Я не могу найти описание моей реки, которую я увидел в поле. Что же делать? Наверное, все. Я тупица. Я не могу. Надо пройти через этот этап. И я надеюсь, что очень полезность нашей встречи будет в том, если вы проскочите этот этап, и вы будете просто знать, что есть реки, которые описаны ВСН. И это большие реки, это оливиальные реки. Это реки, которые под воздействием текущей воды, под воздействием наносов. Эти наносы двигаются, и все нормально. Есть вторые реки. Это малые реки. Это не оливиальные реки. Это реки, в которых часто основным руслоформирующим фактором является не действие текущей воды, а разные другие факторы. Например, может быть, ручей, у которого главным руслоформирующим фактором являются деревья, которые растут по берегам. У ручья нет сил, чтобы развивать там излучины всякие, тащить всякие побочные. Все, что он может, это просто обтечь корневую систему одного дерева, а потом другого. Или болотные реки, в которых просто нет никаких наносов. Там какие-то размывы на мыло обусловлены не сползанием там каких-то побочней, а просто местным размывом торфа. Или это карстовые реки, где провалы обусловлены вообще другими способами. Или это врезанные, вот типичнейший, 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 типичнейший вообще вид рек, которые не описаны в нормативных документах, но больше всех встречаются. Это малые врезанные реки. И вот у нас, например, на северо-западе река имеет долинку шириной 40 метров, и по дну течет. И все. Все, что она смогла сделать там после последнего ледникового обледенения, за последние 10 тысяч лет, это она врезалась вот в эту долинку, и все. Никакого меандирования, никаких русловых форм, никакой пойменной русловой нагрукавности. Просто течет, и все. И, кстати, может течь прямой, и тогда что делать? То есть написать врезанная река вроде бы нельзя. Вот. И то у нас получается, значит, так-так. Решения такие. Первое решение. Вы пишете формально, что да, это как будто бы у вас там какой-то ленточный грядовый тип, условий процесса которого там нет, просто для того, чтобы заполнить брешь. Потому что пока допустимо писать только те 7 наименований типов процессов, которые мы с вами рассмотрели. То есть ленточный грядовый, побочневый, русловая многорукавность, он же осередковый тип условий процессов, ограниченное меандрирование, свободное меандрирование, незавершенное меандрирование и пойменная рукавность. 7 типов. Вот надо написать что-то из них. Если вам не хочется напрягаться, пишите какую-нибудь фигню, а потом для умного проектировщика еще дополнительно пишите, что о развитии происходит вот так-то там. Вот. Это если не хочется напрягаться. Если хочется напрягаться, то можно написать так. И вот я делал такие работы по реке Неве, и вот я пишу. Река Нева развивается по схеме, не соответствующей ни одному типу условий процессов, выделенных в рамках гидрогоморфологической теории условий процессов ГГИ, и не описано в нормативных документах. И описывая, что там происходит. Вот второй вариант. Вот. Так. Поэтому мы с вами первый этап прошли. Мы изучили нормативные документы и выяснили, что оказывается не соответствует. То есть прошли и второй этап. Мы уже вот эту ломку, ломки у вас не будет. Вы сразу переходите в третий этап. Вы сразу понимаете, да, есть типы условий процессов описанных нормативных документов, и да, есть типы условий процессов не описанных нормативных документов. И спокойно в любом из этих случаев. Если вам попался река, которая описана в нормативных документах, вот 7, который я только что перечислял, вам повезло, все нормально. Если вам попалось что-то другое, вам не повезло, но тоже все нормально. Потому что мы с вами будем рассматривать, как действовать и в том случае, и в другом случае. Так, ну и по идее теперь можно переходить. Тут у меня есть еще какие-то слайды, где я критикую. А, ну это уже чисто мои личные наблюдения, потому что я работал в среде разработчиков нормативных документов, и я видел, как они к ним относятся. Для них формирование нового нормативного документа заключалось в том, что они разрезали ножницами предыдущий нормативный документ, потом клеем склеивали из него новый нормативный документ. Почему? Потому что это был просто госзаказ. Еще тогда в Советском Союзе был госзаказ сделать новый нормативный документ. Вот я видел эти обрезки. И что меня больше всего поражало, вся страна читала эти нормативные документы, ими пользовалась и пыталась оттуда что-то увидеть, а разработчики не пользовались этим нормативным документами. Они говорили, ну, мы это нормативно написали, ну, мы же понимаем-то лучше, в чем там что-то написано. Поэтому мы индивидуально подходим к каждому участку. Вот, коллеги, мы тоже с вами будем индивидуально подходить к каждому участку. И вообще основное правило какое? Это думать. Вот подумали-подумали-подумали, и все стало ясно. Все, что мы надумали, описываем в разделе. Эксперт читает, и он счастлив. Он говорит, ох, какие вы молодцы, что вы поняли, что там происходит. Так, тип, мы сказали, что... Вот, что описано? Описано большое или левиальное, это я сказал. Что не описано? Не описано малые, врезанные, не левиальные. И, кроме того, еще вот, очень важно. Описаны квазициклические схемы, которые мы с вами рассмотрели. А вот что происходит, когда из одной реки становится другая, не описано. Например, изменение может произойти как по длине реки, так и во времени. И вообще-то это очень тяжелый случай, от которого не только в рамках нормативных документах, но и в практике инженерного изыскания мы плавно уходим. Смотрите, есть река, она меандрирует. Хорошо все меандрирует. То есть размывает берега, по сути. И несет наносы. И эти наносы не просто несет, но у нее хватает сил еще размывать берег. А вот это уже противоположность, русловная грукавность. Эта река выпрямляется и наносы отвываливаются. Почему? А потому что здесь вода уходит в карстовые воронки, в паноры. Уходит и дальше остается сухое русло, которое действует только в половоде. Видите? Явная смена типа русловых процессов по длине. Из извилистого становится русловной грукавностью. Вот. И ясно в чем причина. Причина заключается в том, что нарушается баланс между стоком воды и стоком наносов. Если здесь у нас река хорошо несет наносы, то здесь она уже не может нести наносы. Ну, я вот не помню, честно говоря, не помню. Рассказывал я вам про бабушку. Вот. То есть... Бабушка может нести 3 килограмма картошки. И вот если она несет 3 килограмма картошки, купила, да, и несет домой, то она идет такая угрюменькая такая, да, и тащит, и прямо так идет, да. А вот если мы скажем, бабушка, давай мы понесем твою картошку, на тебе вот полкило там творога, то бабушка пританцовывает, пританцовывает уже не по прямой, а легко так хорошо будет идти и нести полкилограмма творога. А вот если бабушке сказать, ты давай неси не 3 килограмма, а раз она там закупила, купила сразу там 10 килограмм сахара, а и дотащить надо, а тащить не может. Что она делает? Она лишний сахар оставляет, перетаскивает часть сахара, а потом возвращается с другой часть сахара. Так вот, русловые острова, коллеги, это и есть вот тот сахар, который бабушка не может тащить. Река оставляет лишние для нее наносы в виде островов и не думает о том, как их перемещать. Она перемещает те другие наносы, которые может. Вот. Вот такие примеры, они в нормативных документах даже не упоминаются, но мы о них должны помнить. Или, например, другой пример, это изменение типу руслопроцессов во времени. Здесь река течет с севера на юг. Это река Зея, вот севой участок перед впадением в Амур. Сверху, видите, действительно опять похоже на извилистость. И вот такая извилистость была до впадения в Амур. Всего лишь примерно 100 лет назад. 100 лет назад вся река Зея в Низове была меандрирующая, и об этом свидетельцы старицы, которые есть как на участке, где сейчас меандрирование, так и на участке нижнем. Который нижний участок сейчас вовсе не похож на меандрирование. Опять та же ситуация. Вот этот вот, ну, можно сказать, что и по длине тоже, да, по длине. Сначала извилистость, потом... Что такое? А здесь вот река Зея правым берегом, западным, подошла к белым высоким горам. Это горы высотой, там, ну, 100 метров, стоящие из хорошо размываемых, там, каких-то пород, песка. Вот. И вот весь песок, который был раньше в этих горах, река подрезает, да. Вот река подрезает 1 метр, а на неё падает 100 метров. Потому что, подрезая 1 метр в плане река, в неё поступает песок по высоте 100 метров. То есть, огромный вал песка валится в реку. Где этот песок? Вот этот песок теперь лежит в реке. Вот. Отсюда получается, что есть некое одно состояние меандрирующее, а есть некое другое состояние прямое. Видите, река не просто перегрузилась наносами в виде островов, она ещё и выпрямилась. То есть, она не как бабушка, которая пританцовывая идёт, а теперь бабушка, которая даже и тащить-то не может ту картошку, которую купила. Вот. То есть, получается, у нас есть разные понятия. Есть понятие поступления наносов с верхнего участка. Есть понятие транспортирующей способности наносов, то есть, то, что река может тащить. Есть результирующий – это расход наносов, который слагается и из-за поступления наносов, и транспортирующей способности наносов. Ну, то есть, транспортирующая способность бабушки, потом конкретно, сколько она картошки купила, и результирующая заключается в том, сколько же она реально несёт. Вот. Ну, это всё вам не надо, коллеги. Это уже так, философия всякая, потому что мы с вами даём прогноз русло-процессов в любом случае. Вот. Ну, ещё всякие тут опять ругачки, что другие русло-формирующие факторы не участвуют. Мы с вами будем пытаться использовать все. Так. Так. А, это уже было. Вот. То есть, кроме… Вот. Интересный слайд. То есть, кроме… Вот это что? Это я вам показывал. Это схема деформации реки при меандрировании. Вот. Слабо развитое меандрирование, оно превращается в сильное развитое меандрирование. При сильно развитое меандрирование – спрямление. При спрямлении забивается вход в старицу и выход из старицы. Становится опять река, которая подобно начальной. А здесь существует старица сама по себе. То есть, это что? Это квази-циклическая схема. Помните, я вам говорил? Что такое тип из процессов? Это квази-циклическая схема развития русла. Она повторяется. Когда? Когда у нас одни и те же русло-формирующие факторы. И сочетание между этими русло-формирующими факторами постоянное. А я вам показал примеры. Когда из-за одной схемы деформации по меандрированию получается другая схема деформации – это русловая многорукавность. Вот когда это происходит? В существующей теории русловых процессов ответа нет. Ну и вообще, хоху могу сказать, что у нас вообще-то даже и наука-то называется неправильно. Но у нас наука занимается русловыми процессами. То есть, предмет изучения науки – русловые процессы. А сама наука называется тоже русловые процессы. То есть, у нас вообще такая слабая наука, что она даже не заморочилась по-разному называть предмет своего изучения и свои изучения. Ну, например, если бы у нас была бы… Ну, вот есть наука, которая изучает зубы. И вот у нас были бы предметы изучения – зубы, и сама наука называется зубы. Так вот, те, кто изучают зубы, они не захотели, чтобы у них наука называлась зубы. Наука на свою называется томатология. А у нас вот русловые процессы – наука, и русловые процессы – это предмет изучения науки под названием русловые процессы. И вот совсем недавно, несколько лет назад, не в ГГИ, у которой издали вот огромную кучу нормативных документов, а в МГУ Роман Сергей Чалов говорит, давайте называть всё-таки нашу науку русловедение. Потому что мы, и вот, может помните, сайт у нас тоже, у меня называется «Русловеда». Мы руслами ведаем. А уже предметом нашего изучения являются русла и русловые процессы. Ну, это так, в виде хохмы. И для понимания того, что слабовато, наука пока ещё слабовата. Но! В оставшиеся несколько дней я вам буду показывать методы, которые решают все проблемы. Всё равно, решила их наука или нет, мы в практике с вами всё равно будем выкручиваться. Так, отсюда появляется вопрос. Какие же вот те другие типы прошлых процессов? Вообще-то я вам уже этот ответ дал. Если делить неправильно, ну, как сказать, по-простому, и если не хочется заморачиваться, то деление такое. Большие и малые реки. Вот, условно говоря, все большие реки, скорее всего, вам повезёт. Если вам попалась большая река, то вы, скорее всего, залезете в СН, и, скорее всего, найдёте ответ. Скорее всего, выясните, что она меандрирует, или выясните, что она русловая много рукава у нас. Скорее всего. Ну, единственное, что вам может не повезти, в том смысле, что вам попадётся река Свирь, или река Волхов, или река Нева, которая большая, но в нормативных документах не описана. Вот. И можно было бы сказать, что, ну да, вот все маленькие реки, они вот, скорее всего, в нормативных документах не описаны. Надо быть к этому готовыми. Но, тем не менее, вы можете найти такую маленькую реку, реку всё-таки, которая меандрирует. Поэтому это деление неправильное. Можно было бы сказать, что равнинные и горные, да, вот все эти 7 типов русских процессов, они, в общем-то, не относятся к горным. Вот. Как выкручивается ВСН? Там есть отдельная глава. Вот, например, ВСН 163-83 есть глава, посвящённая горным рекам. И как написано? Если у нас есть русловая нагрукавность, значит, горная русловая нагрукавность. Если есть там что, в общем, что они? Что? Они просто говорят, ну, это те же самые типы русовых процессов, только в горах. Это неправильно. Потому что в горах вполне могут быть водопады, пороги, в общем, скальные обнажения. То есть, всякие такие вещи, которые, ну, никаким образом не лезут туда. Вот. Широкопойменный врез. Ну, в общем, я всё это зачёркиваю и говорю, что вот это всё деление, оно близко к верному, но неправильное. Правильное деление – это алювиальные и не алювиальные реки. Вот всё, что мы с вами рассмотрели, типизация ГГИ. Вот что такое алювиальная река? Это типизация ГГИ. Это вот много наносов. Это вот много форм, которым движутся наносы. Это вот много понимания. Здесь что-то сложное, кстати. А что такое не алювиальные? А это вот то, что не описано в СН. Это то, что где мало алюви, где мало наносов, где мало форм, они слабо выраженные, где слабые деформации. И поэтому эти реки, в общем-то, легче. Они проще, потому что там деформация. И поэтому, кстати, они не вошли в типизацию ГГИ. Потому что на них просто не обращали. На не алювиальные реки не обращали внимания. Они говорят, давайте будем рассматривать алювиальные реки. И до 1990 года среди разработчиков нормативных документов было такое мнение, что все малые реки шириной до 30 метров не стоят изучения. Там не стоит строить профиль предельного размыва, потому что деформации там малые. То есть вот это что? Это большие деформации. А вот это малые деформации. То есть в этом отношении эти не алювиальные реки проще, потому что там деформации малы. Но они сложнее, потому что они не описаны в нормативных документах. Непонятно, на что ссылаться. И вот на моих глазах, я там проработал с 1990 по 2000 год, в отделе условных процессов, который является автором нормативных документов, там произошло изменение. Почему? Потому что они после перестройки из теоретиков стали практиками. Им тоже пришлось зарабатывать деньги. И им тоже пришлось не только заниматься супер-супер-супер сложными большими алювиальными реками, но и всеми другими тоже. И они вдруг сами вляпались в недостатки своих нормативных документов. Я сам видел, как один кандидат наук подходит к доктору наук и говорит, какая-то река, но не такая, какая-то. И вижу, что он показывает типичную врезанную реку. Ну и все. Я-то уже тогда, я как бы сам себе, я уже разрешил использовать эти все термины. А в среде ГГИшников тогда использовать термин, например, врезанная река, было нельзя. Могли просто так попинать и побить. Потому что считалось, что 7 типов шлоп-процессов, которые мы сегодня с вами рассмотрели, это описывает все многообразие вообще рек в мире. То есть они сами себя загнали в ловушку. Сами себя загнали в ловушку, а потом пытались из нее выкрутиться. Вот сейчас они уже в нормативные документы все еще признание существования врезанных рек, не алювиальных, мало ли, еще нет. Но сами по себе, в общем, они уже как бы говорят, ну да, в общем-то вроде бы и есть. Поэтому переходим к рекам, которые не описаны в нормативных документах. Какие они? Это не алювиальные. И вот какие не алювиальные могут быть. Вот я перечисляю, здесь разные виды. Вот. Вот глинистые, это вот часто и есть эти самые врезанные. Это что? Это значит, ну вот теперь пойдем по ним. По этим вот разным рекам, которые болотные там. Ну, самым типичным будут вот глинистые врезанные. То есть вы залезли в реку, а вылезти из нее не можете, потому что там на дне глина, на берегу берег крутой, левый и правый крутой. Оба берега крутые. То есть никаких вот тех пообычней, которые мы с вами рассматривали, там ленточных гряд, никаких там рукавностей с пляжами, с плесами, нет. У вас оба берега обрывистые, оба берега глинистые. Вот они. Вот. Вы залезли, а вылезти из реки не можете. Например. Например, у нас таких рек много. Вот. Река Утка. Если вы подходите к этой реке, на каком-то расстоянии, вы о существовании реки не подозреваете. Если вы подходите к оливиальной реке, то вы видите, что это долина. Вы видите, что там есть терраса, что есть пойма, что там есть русло, которое путешествовало, которое двигалось влево-вправо по реке, которое оставило много-много всего. Здесь вы видите плоскую окружающую местность, и вдруг, подходя к обрыву, вы видите, что в этом обрыве есть некая долинка, внезапно врезанная в относительно плоскую окружающую поверхность. И все. И на дне этой долинки вы вдруг видите довольно приличную речку. Здесь обрыв, здесь обрыв, ну, не обрыв, а откос. Вот. И эти откосы, видите, они устойчивые. Тут лес, деревья. Здесь деревья. Здесь эти многолетние травы, здесь многолетние травы. Кустарники. То есть, что вы видите, что река как впилилась вот, то есть, она молодая. То есть, как она впилилась за 10 тысяч лет сюда, так больше ничего не происходило. Никакой широченной поймы, как там на Аби и еще где-то, нет. Бывает еще это, что эта долинка вообще-то унаследованная. На Алювии нет. Площадь у нас сбора маленькая. Поймы нет. Поймы, помните, я вам говорил. Поймы – три определения. Три признака. Первое. Поймы – это часть дна долины, предназначенная для пропуска высоких вод. Ну что? Ну вот как она в межень пропускает на всю ширину русла, так и в половоде. То есть, второе признак поймы – это часть дна долины, являющаяся продуктом перемещения русла по дну. Где? Нигде она не перемещалась. Тут дерево, тут дерево. Дальше. Специфическая растительность. Ну, одинаковая растительность, да? Ну, то есть, ну, растительность на склоне, коренном склоне одна. Да. А здесь вот все. То есть, получается, что река как текла в своей вот этой вот, так и течет. И никаких там нет вам русловых этих островов. Нет никаких побочней. Нет никакого меандрирования. Река может быть извилистая. Вот сейчас, кстати, нету, а покажу. Вот, вот. Вот это река Охта в верхнем течении. Смотрите. Вот это Охта, а это канава, ну, ручей, который я исследовал. Ну, и в результате пришел к месту впадения ручья в Охту, и вот сделал эту фотографию. Смотрите. Охта извилистая. Если мы посмотрим в плане, то Охта будет внешне быть очень похожей на меандрирование. Но меандрирование как бы замороженное. Вот этих темпов деформации и скоростей деформации нет. Для нас внешне они очень похожи, сверху они извилистые, и одна, и другая. А по сути они совсем разные. Меандрирующая река развивается, а Охта просто течет по этой извилине. Смотрите. Один берег обрывистый, второй берег обрывистый. Здесь деревья, там деревья. Это признак чего? Что здесь река давно не была здесь и давно не была там. Это значит, она так течет уже много-много-много лет. Вот. Деформации нет. Так. Еще примерчик такой. Еще какой-то реки. И вот примерчик. Эта фотография была сделана 31 декабря. Вот. То есть видно, оба берега крутые. А вот еще тоже. Это уже я залез в речку. Вот. А вылезти не могу. Вот она врезанная. Вот. У нее по дну не идут никакие наносы. Дно такое вот идешь и тверденькое. Идешь в сапогах прям по твердой глине. Никакого алювия нет. То есть помните основной принцип от отличия? Алювиальные реки и не алювиальные. Алювиальные – это семь типов, которые мы с вами прошли. Не алювиальные – это вот эти все. Соответственно, очень малый темп и деформации. И получается, что эти реки легче. Легче, но нет ссылки к нормативным документам. Это я уже сказал, что существующие цепизации – цепизация алювиальных рек. Это мы с вами рассмотрели. Цепизация алювиальных рек в рамках нормативов не существует. Я вам вот здесь сейчас на слайде, впервые в мире, но я эту презентацию несколько раз уже показывал. Но, в общем-то, нигде не опубликовано. Вот эти те самые реки, которые вам будут встречаться на трассе длиной 100 километров. Вам будут встречаться 100 пересечек. Из них 5 попадут в СН, а 95 – и вот малые и не алювиальные реки являются камнем предновения для изыскателей на приборной взрослых процессов. Вот. Являются. Мы с вами этот кризис прошли. Все. Мы с вами завтра приступаем к планам деформации. Я вам буду рассказывать, как описанные методы нормативных документов, так и не описанные. Так. Ладно. Итак. Типизация. Уже пора заканчивать, поэтому это такой необязательный кусок. Тогда очень быстро его пробегаем. Это типизации разные. Значит, во-первых, типизации разные. Если есть типизация... Сначала надо сказать, чем отличается типизация от классификации. Типизация – это что вижу, что пою. Например, яблоки бывают зеленые, кислые и надкусанные. Это типизация. То есть человек просто видел зеленые яблоки и видел кислые. И он не удосужился подумать о правомерности такого деления. То есть он не удосужился подумать, что если яблоки большие, значит, должны быть средние и маленькие. Если яблоки кислые, то должны быть какие-то сладкие. И по крайней мере, не кислые. Вот. Соответственно, вот. Вот это пример типизации. То есть грустновато, винновато, чудновато, старовато. Вот. Это типизация. Классификация должна иметь классифицирующий признак. И должна быть попытка выстраивания типов руслок процессов или каких-то других по какому-то критерию. Вот. Есть разные классификации. Мы с вами все время сидели на типизации ГГИ. Вообще-то типизация ГГИ не является классификацией, потому что, как вы помните, я вам показывал. Они в разных нормативных документах принимали разные порядки выстраивания типов руслок процессов и не знали, какой из них правильный до сих пор. Вот. Я показал, что там некоторые типы вообще не лезут на возможную критерий. Вот. Поэтому, соответственно, перед тем, как приступать к классификациям, нужно разработать критерии. Вот. Есть типизации на основе ГГИ с попыткой классификации. Вот. Знаменская Ницельгена, мало того, она сделала двухфакторную классификацию. Карасёв и Гарсман – это другой Карасёв. Есть Иосиф Филиппович, Карасёв из ГГИ, а есть Карасёв, Марк Степанович из Дальневосточного Венегми. Вот. У них разные типизации. Вот. У Чалова вообще несколько классификаций. Вот. Ну, и у меня есть несколько классификаций. Вот, кстати, вот это просто примеры, как имеющиеся типы руслок процессов, которые мы рассмотрели из ВСН, как их можно выстроить. Вот. Помните? Можно выстроить их в порядке, что вот одно русло, много русел, это уже есть какая-то попытка классификации, и если мы поймём, какой критерий этому соответствует. Вот. А вот можно в каком-то порядке выстроить. Смотрите, вот это как бы относительно ненагруженные русла, вот они относительно прямые. А вот они совсем ненагруженные, у них есть сила размывать берега, миандрирующие. А вот это наоборот. То есть, вот это антиподы. Меандрирующие и Иерусаловные Грунады, антиподы. Здесь у нас есть сила размывать, а здесь не только нет сил размывать берега, но у нас нет сил даже перетаскивать эти острова. Вот. Получается, что вот по какому-то критерию, вот называется относительно транспортного распознанного потока, можно выстроить реки в таком порядке. Итак, вот много-много разных и просто разные классификации. Вот. У Романа Сергеевича есть несколько классификаций, и среди них есть двухвакторная классификация вот такая. Вот. Она очень наполнена смыслом. Коллеги, смотрите. У нас сверху вниз первая строчка, верхняя строчка – это узкие долины. Потом средние широкие долины, потом хорошо широкие долины. Вот. Здесь прямые русла в первом столбце, во втором столбце извилистые, в третьем разветвленные. Видите? Получается, что у нас, например, вот это – это что-то такое наподобие свободного миандрирования. А если слабо развито, то это будет ограничено. Вот это как бы ограниченные миандрированные, да? Но вполне может быть и слабо развито излученные в широкой долине. Вот. Получается, что, во-первых, есть некий явно выраженный признак, чего нет в типизации ГГИ, по которым выстроены типы. Во-вторых, их несколько. И, в-третьих, есть их объединение. В общем, шаг грандиозный, да? Или, например, вот у Нинель Сергеевны Знаменской. У нее вот такая типизация, тоже двухфакторная. Во-первых, она выстраивает, основанная на типах ГГИ. Вот. Выстраивает в порядке руслующего расхода. Она говорит, что вот если могут быть осередки, могут быть ленточекряты, может быть по обычному типу. Мы их с вами тоже объединяли, как прямые русла. И она говорит, что вот если уменьшение расхода происходит, то эти типы руслых процессов трансформируются вот в другие. Или, например, вот такая может быть двухфакторная классификация руслых процессов, вот, которые тоже разные другие признаки. Смотрите, помните, а, это я вам не рассказывал, что есть типизация руслых процессов Николая Ивановича Маковеева 355 года. Это родоначальник московской школы. Вот. И он показывал, что есть, противопоставлял широкопойменные реки и врезанные. А теперь, смотрите, можно представить вот так расширенно. Можно представить, что у нас есть реки широкопойменные, есть адаптированные, а есть беспойменные. И там могут быть, то есть, видите, если мы берем разные признаки, то мы можем составлять разные классификации из разных типов процессов. Вот еще, например, одна классификация. Это вот я такую классификацию предлагал в каком-то 1999 году. Тоже там на основе разных критериев. Вот. Ну и, соответственно, если у нас есть один критерий, не фактор, а критерий. Чем отличие фактор от критерий? Фактор – это некая измеряемая сущность. А критерий – это некое соотношение двух измеряющих сущностей. Например, как по бабушке, да? Бабушка может быть... Ну вот, возьмем бабушку, а еще возьмем Шварценеггера. Вот. Бабушка может 3 килограмма нести, и 4 килограмма для нее уже много. А Шварценеггер спокойно может тащить, там, не знаю, 300 килограммов, и для него это немного. Вот. Поэтому нужно использовать не факторы, а критерии. И критерием является соотношение факторов. И вот отсюда можно вычленить много разных критериев. И, соответственно, может быть некое промежуточное значение при каждом критерии. И могут быть разные полярности. Полярности. И потом можно сопеределать... То есть, это принцип образования разных классификаций. То есть, типизация должна быть одна, и она должна быть очень большая. А классификаций может быть много, но урезанных. Ну, например, яблоки могут быть желтые, зеленые, красные. Яблоки могут быть кислые, сладкие, там, горькие. Яблоки могут быть большие, маленькие, там, ну, в общем, много-много разных, да. Так же и реки. У них есть разные критерии. И есть, соответственно, отсюда есть, вот видите, вот, там, какая-то Мая классификация, там, Чалова, Снищенко, Алабяна, Знаменской. Вот. И еще есть много возможностей разработки разных-разных других классификаций на основе других критериев. Ну, и тут для Хохмана можно сочетать, сколько, может быть, этих классификаций, вот, по Биному Ньютона. Вот. Все. Время у нас заканчивается. У меня 10.59, точнее, без, ну, в общем, 12 часов. Вопросы и задания. Так, это... Вот. Участки вы уже подобрали, это задание я не пишу. Поэтому теперь по вашим участкам надо много карт. Если у вас будет много карт, то мы сможем активно двигаться дальше по прошлым процессам. Если карт не будет, то можно двигаться дальше, но тогда нужно быть... В душе должно быть уверенность, что вы приложили все усилия для поиска этих карт. И потом, вот, завтра... Так. Так, тип прошлых процессов, кстати, уже можно определять. Я вам определил, уже рассказал про тип прошлых процессов. Ну, описывать участок можно, но я вам буду завтра давать алгоритм. Описание для правополушарных, завтра дам алгоритм. Или для левополушарных. А для правополушарных уже могут описывать участок. Вот, коллеги, вот это делайте. Кто будет делать, тот продвинется. У меня время вышло. Смотрю в чат. Несколько типов прошлых процессов могут присутствовать одновременно в реке. Отличный, вообще блестящий вопрос. Сейчас я отвечу на этот вопрос, который был задан там час назад. Значит, смотрите. Разные подходы. Если считаем, что у нас вот только в таких 7 типов прошлых процессов, то да. И мало того, сейчас ГГИшники так и выкручиваются. Они когда видят вот такой вот сложный тип прошлых процессов, они говорят, сочетание того и того. В реальности природа не знает, каким образом их классифицировали эти реки. Поэтому в реальности, конечно, когда мы вдруг видим сочетание типов прошлых процессов, на самом деле это просто такой специфический тип прошлых процессов, который просто не описан в нормативных документах. И надо просто описывать как есть. То есть, как формальное выкручивание из ситуации, можно сказать, да, сочетание нескольких типов. Если вы хотите разобраться с участком до конца, надо просто с ним разобраться. И у него тогда будет какое-то длинное, многоаспектное наименование, то есть схема деформации, которая там происходит. Вот. Незавершённое миодрирование стареца остаётся или заносится всегда? Как угодно. Ирина спрашивает про незавершённое миодрирование. Может быть, как угодно. Может быть, всё зависит от условий занесения стареца. Старица заносится с концов. В начале, брус. Концов, вот концы, вход и выход из старицы, заносится русловыми наносами, которые двигаются по новому основному руслу реки. Сама старица заносится взвешенными наносами, которые двигаются в половоде, когда заливается пойма. И всё зависит от количества тех наносов, которые заходят в старицу. Если их много, то старица может занестись за пару лет. Если их мало, то старица может существовать 5000 лет в таком виде. Можно найти варианты и такие, и такие. На всех водотоках нужно указать тип шелопроцесса или только на ручках, или как определенная ширина, или по другим характеристикам. Так, если следовать формально, Ирина, то если у вас линейный объект, 100 пересечек, то в таблице нужно описать, дать тип русловых процессов для всех водотоков. Ну, понятно, чем водоток от водоёма отличается. Водоток от водоёта течёт, а водоём – вода стоит. Типичные примеры водоёмов – это водохранилище, пруд озера, а типичные примеры водотоков – это река, малая река и канавы. Для всех канав, для всех ручьёв, малых рек, больших рек, надо дать характеристику. Да, для канав тоже надо дать. Вот. Если... Ну, вы можете не дать. Вы можете не давать для канав, если вы докажете, что там, скажем... То есть, канавы вообще бывают разные. И вот Иосиф Филиппич Карасёв, который мы с вами вспоминали, он вообще показывал, что есть каналы, а есть искусственные реки. Отличие заключается в том, что каналы сделаны так, что они как бы не деформируются. А искусственные реки сделаны так, что это, в общем-то, канал, который стал деформироваться. Соответственно, и канавы тоже могут быть живые и мёртвые. Если канава живая, то она постепенно так начинает... Ну, например, вот Каракумский канал, да, коллеги? Каракумский канал, он интенсивно меодрирует по пустыне. Вот. А если у вас какая-то канава, и, скажем, по ней... Вот она, канава, есть, а воды-то по ней не течёт. И мы с вами завтра будем определять планы деформации канав. Но если сейчас, я сейчас расскажу, что вы... Канава вам сама подсказывает, нужно ли с ней заморачиваться. Если канава, вы видите, что она старая и была выкопана там при мелиорации 60-х, 80-х годов, то и она прямая, значит, она в 40 лет была прямая. Если она в 40 лет была прямая, значит, она прямая и будет. Вот для такой канавы можно написать прочерк. Можно написать, что это канава, которая... У неё параметры, ширина, глубина есть, а скорости течения нет. И там деформации нет. Можно. Если же там что-то происходит, то тогда надо написать что-то из ВСМ. Вот. И для глупого проектировщика, для глупого эксперта, для глупого начальника надо написать что-то из семи основных типов, которые мы сегодня пробежали. Вот. Если вы надеетесь, что ваш отчёт ещё будет читать умный проектировщик, то для него мы ещё расписываем внутреннюю сущность, пускай вообще одним абзацом. Мы показываем, что на самом деле там происходит. То есть мы бросили кость, мы заткнули вот этот фонтан, где да-да, ну, мне, значит, было такое, было такое, что отрицательное заключение, и написано, что таких типов процессов в типизации, значит, в ВСМ нет. Вот. И я, ну, от ЛУП написал, что да, в ВСМ нет, а вот в природе есть. Поэтому я считаю необходимым расписать, не фигню какую-нибудь, вписать, что вот это да, меандрирование, а написать, что это врезанная река, которая вот не деформируется по меандрированию, хотя внешне похожа, а в ней вот есть такие-то процессы. И я считаю, что я делаю правильно, потому что я даю правильную информацию для умного проектировщика. Вот. Поэтому сейчас у нас есть два вида экспертов и два вида проектировщиков. Есть эксперты глупые, для них бросаем кости. Для них пишем просто, формально, пишем что-то из этих семи слов, по словосочетанию. А для умных чуть-чуть расписываем поподробнее. Вот. Много – это сколько карт? Отличный вопрос, Ирина. Много – это вот, я вам говорил, главным критерием является посинение. Вот. Значит, ищи карты. Если не нашел, что делать? Ищи еще раз. Если не нашел, что еще? Значит, вспотел. Спотел – это не критерий. Критерием является, сколько много карт – это ваше посинение. Вот только когда вы посинете, только тогда можно переставать искать карты. И тогда у вас есть полное право в отчет написать волшебную фразу, что приложены все усилия для поиска карт, найдено, там вот 500 тысячник найден. И современный Google, на котором все размыто. Вот. Перечисляете то, что вы… То есть, вообще ничего не найти вы не можете. Вы все равно что-то найдете. Другое дело, что вашей реки там может не быть. Вот. И завтра мы будем заниматься вот плановыми информациями, послезавтра глубинными информациями. Я буду показывать, как давать прогноз, расчет плановыми информациями при наличии карт. Достаточно карт – 10-20. Ну, если найдете 20 хороших карт, можно остановиться. Вот. То есть, это вот как жесткий диск, да? Жесткий диск. Много не бывает. То есть, это вот то, чего много не бывает. Денег много не бывает. Вот вам сколько? Вот 20 тысяч зарплаты достаточно? Или 10 тысяч было бы достаточно? Или 30 тысяч лучше? Вот. В общем, достаточно. Лишь термин «достаточно карт» – это неправильная постановка вопроса. Если будет 30, это гораздо лучше. То есть, вы собираете и 40. Вот. Другое дело, что потом, когда вы собрали 50, то вы можете из них 30 посчитать менее важными и анализировать только те 20, на которых у вас есть хорошие информации. То есть, сейчас сначала собираем все карты. Не фильтруем. Не откладываем, типа, ой, да тут что-то плохо видно, а вот здесь вообще что-то мелкое. Сначала собираем не 20, сначала собираем 40. И это быстро. Плохих карт набрать легко много. Вот. Главное потом, чтобы среди них затесалось еще пару штук. Вот. Супер-супер-супер хороших. Вот. Ответил ли я Ирине на вопрос о достаточности карт? Да. Спасибо. Коллеги, давайте вопросы. Вот. Домашний зад... Ну, как, самостоятельную работу я вам дал. Завтра плановые деформации, послезавтра глубинные, потом пламенные протоки, потом рисуем профиль, пишем... Писать будет легко. В пятый день будет легко, потому что, на самом деле, мы будем писать уже с завтрашнего дня. Вот. А сегодня уже бы хорошо написать участок и определить тип руслопроцесса. Потому что я вам сейчас тогда верну вот этот слайд, я вам покажу структуру раздела по русловым процессам, и вы увидите сейчас, что... Вот она. Вы увидите, что... Если вы сделаете описание... Вообще-то, описывая участок и определять тип руслопроцесса, вы уже пришли в конец. Если вам повезло, и вам попалась меандрирующая река, и вы определили тип руслопроцесса, вы пришли к концу. Вы все о ней знаете. Если вам не повезло, и вам попался тип руслопроцессов, не описан нормативный документ, ничего страшного. Скорее всего, это что-то такое слабо-деформируемое. То есть, вы можете сказать, вам по-другому повезло. То есть, хоть так, хоть так, все равно мы выкручиваемся. Вот. Ну, описание участка я вам завтра буду рассказывать, и буду говорить основное, что описание участка – это не формальность, которой вот вам надо, ритуал, там, что-то написать в отчет. Нет, это не формальная часть. Это описание участка для себя. Для себя – это, на самом деле, это два способа понимания, что происходит с рекой. Определили тип руслопроцесса – поняли. Описали участок – это что? Это, на самом деле, тоже попытка определения схемы деформации. Только такое, ну… тех же – это, на самом деле,